Геноцид явление более широкое, чем принято считать. С такого посыла начал свое выступление во время открытого диалога Хатынь, святыня национальной памяти, доцент кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени Пушкина Евгений Розенблат. Ученый много лет занимается историей Холокоста, поэтому он смог рассказать участникам мероприятия о масштабах геноцида на территории нашей области. Потери среди еврейского населения в годы Великой Отечественной войны на территории Полесского края составили более 165 тысяч человек. Более того, почти по всей Брестской области сложно найти район, в котором во время войны не была полностью уничтожена хотя бы одна деревня. Я привел пример, ну там Калдычевский лагерь, там было уничтожено порядка 22 тысяч человек. Если брать оценки уничтоженного еврейского населения на Брестщине, по разным оценкам это примерно 165 тысяч человек. Будем брать, значит, ну по сожженным деревням, там, конечно, тоже получается где-то, ну около 100, наверное, тысяч человек в общей сложности вместе с угнанными. Известный историк выступал перед активом БРСМ, представителями студотрядов, кадетами и юнормейцами поста памяти Брестской крепости. Это та молодежь, которая действительно интересна прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Нет сомнения, что кто-то из ребят и в будущем, так же, как и Евгений Розенблат, продолжит дело сохранения фактов и будет рассказывать юношам и девушкам о том, насколько важно помнить историю своей страны, а особенно прошлое. Я считаю, что данные мероприятия обязаны быть в жизни каждого молодого человека или молодой дамы, а также в целом в жизни населения, потому что они помогают осознать, насколько глобальный подвиг совершили наши предки и чтить его на протяжении своих дней, своей жизни. Понимать, насколько этот поступок был важен для того, чтобы мы сейчас мирно существовали. Преступления против человечества, против мира не имеют срока давности. Именно вот такое деятельное участие, чтобы молодежь понимала, что нацистские преступники, которые виновны в гибели множества наших граждан, они могут понести наказание сегодня, если они еще живы, и скрываются от возмездия за совершенные преступления. Ну и кроме того, тема преступности против мира человечености остается актуальной и в наши дни. В год исторической памяти областная организация БРСМ инициирует ряд проектов. Уже в апреле стартует очередной марафон мужества. В преддверии 9 мая вместе с 38-й дельной гвардейской бригадой пройдет мероприятие «Цветы Великой Победы». Это только несколько масштабных инициатив, которые будут направлены на увековечение памяти подвигов наших дедов и прадедов. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Бакаревич, телекомпания Бук ТВ.